Здравствуйте! В студии открытого канала Наталья Клынина. Вы смотрите программу «Человек на карте мира». Мы будем общаться по скайпу с нашими бывшими соотечественниками, которые в определенный момент своей жизни решили покинуть Россию и уехать жить в другую страну. Это будет своеобразный взгляд изнутри, который позволит нам понять, как же на самом деле живется людям на Западе и какой имидж имеют Россия и россияне в других странах. Сегодняшняя наша гостья – Любовь Нестерова. Город Хьюстон, штат Техас, Соединенные Штаты Америки. Люба, здравствуй! Здравствуй! Как настроение? Отлично! Очень рада тебя видеть! У вас начало рабочего дня? Да, 9 утра. У нас 17 часов. Мы навестили родителей Любы, чтобы узнать у них, как складывалась ее судьба до отъезда. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы с мальчиками. Училась она очень хорошо у нас. У нее было по какому? По черчению четверка? По какому еще, Леша? По физкультуре? Она у нас не физкультурная. Четверка. Еще три, по-моему, четверки у нее были. Остальные все пятерки у нее были. Сидит. Обучается. Это она уже, наверное, в университете. Люба, расскажите, перед тем, как уехать в Дубай, в Америку, чем Люба занималась, чем она увлекалась, как ее работа складывалась? Ну, работа у нее была очень даже неплохо у нее складывалась. Она работала в медуниверситете, преподавала на кафедре РКИ, русский как иностранный. Была старшим преподавателем уже. Какая-нибудь предполагала, что ей придется уехать? Ну, сподвигла ее любовь, конечно. Саиф, он вообще-то Саиф, мы его зовем Саиф. Он очень милый, он очень добрый, очень порядочный. Он детей, вы не представляете, как он... Он и Любу, конечно, обожает, но девочек он вообще... Внучки у нас, конечно, потрясающие. Такие лапочки, такие солнышки. Жалко, что мы так далеко и скучаю, конечно, очень сильно. Зато, когда я приехала в этом году, в прошлом году, вернее, Милана у меня, пока я там была полтора месяца, она так хорошо говорила, научилась говорить. Она вообще так быстро схватывает. Няня была арабкой, она очень хорошо арабский тоже по-арабски там начала говорить. Она начала говорить сразу на английском и на арабском. И тут бабушка русская приехала, и она, естественно, начала по-русски... Ну, она, естественно, путает там, вставляет эти три языка, слова. С русского, например, кричала, бабушка, у тебя бэби плачет. А арабской бабушке говорила, говори со мной по-русски. Я хочу сказать, я больше кроме Америки нигде не была. Сделала вывод, что люди-то, в принципе, одинаковые везде. И все хотят любви, добра, благополучия. И никто, вот простой народ, мы же никто, не хотим мы никакой конфронтации. Никто никому зла, в принципе, не хочет. Все хотят благополучия, счастья, любви. Давай начнем с того момента, как вы с супругом оказались в Соединенных Штатах. Это был сознательный выбор? Я бы сказала, практичный. Потому что мы смотрели на языки, каким мы владеем. Арабский, русский, английский. Оба знаем английский. Так что, конечно, она была говорящая страна. Ну, и Америка, Австралия или Канада. Это были три страны, куда мы думали уехать. И как бы с Америкой получилось быстрее. И в июле 2009 мы сюда приехали. О чем не жалеем? Ты по профессии преподаватель. И в Саратове ты работала в медицинском университете. Преподавала русский язык, как иностранный. И твоя карьера складывалась очень-очень неплохо. Почему вы не рассматривали возвращение в Россию, например? Ты могла бы продолжать работать? Ну, опять-таки, мы посмотрели на расклад семьи. Муж у меня не говорит по-русски вообще. Уже на момент, когда мы поженились. Нам было уже 28-29 лет. То есть, начинать жизнь с изучения русского языка. И мой муж уже имел хорошую карьеру. Инженер-строитель на международном уровне. То есть, я посчитала, что это как просто... Немножко жестоко по отношению к нему. Как бы предлагать ему жизнь. Начинать со студенческой скамьи. И тянуть семью на своих плечах. Конечно, ему пришлось поменять работу. И много пришлось бы изменить. Вот. Поэтому мы даже не думали оставаться в России. Как бы так сложилось в результате того, что у нас международный право. Я знаю о том, что вам некоторое время пришлось пожить в Арабских Эмиратах. Вот. Скажи, пожалуйста, твои впечатления от нескольких стран. Арабские Эмираты, Америка, Россия. Вот. Если сравниваем Эмираты и Америку. Человеку с русским мироощущением. Где проще освоиться? Ну, сравнивать, конечно, дело неблагодарное. Любые страны, какие бы ты ни взял. Поэтому я никогда не сравниваю. В России я родилась, выросла в Саратове. И никогда, никогда не мечтала, не хотела уехать. Этим одно из доказательств – выбор моей профессии. То есть преподаватель русского языка. Конечно, я закончила отделение тоже и английского как переводчик. Но я никогда не думала вообще уезжать из России. Меня все устраивало. Я никогда не знала другой жизни. У меня была, конечно, стажировка в Америке как волонтер. Я ездила. Но это, опять-таки, мне просто хотелось посмотреть мир. Попрактиковать свой язык. Поэтому я никогда не видела что-то негативное в России, не думала уезжать никуда, ни в какую страну. А потом, конечно, когда мы переехали в Дубай. Это звучит так. Объединенные Арабские Эмираты. И тебе кажется, что там все ходят в хиджабах. И, не знаю, все арабы, все мусульмане. И совершенно чужая культура. Но, к моему удивлению, это был совершенно европейский город Дубай. Большинство населения это были британцы, американцы, европейцы. То есть я была абсолютно очарована этой страной. До сих пор люблю этот город. Конечно, если бы была возможность, я бы из Америки даже вернулась в Дубай. Жизнь там легкая. В смысле, сфера услуг. Все, что тебе не захочется. Просто доступно по доступной цене. Няня для детей. И человек, который сходит тебе, купит все в магазине по списку и принесет без какой-то добавки на ценки. И если у тебя нет времени убираться за копейки, ты просто там находишь какую-то филиппинскую девушку, которая ходит раз в неделю тебе за копейки, убирает твою квартиру или виллу. Не знаю, где ты живешь. Мы жили в обычной квартире, конечно. То есть, конечно, по сравнению с Россией, когда я переехала в Дубай, контраст был огромный. Тем не менее, вам пришлось оттуда уехать. Да, да. Конечно, это опять-таки связано с нашими семейными обстоятельствами, что у меня российское гражданство, у него гражданство и его страны. То есть, у нас нет общей земли, где бы мы могли жить, и никто бы нас оттуда никогда не выгнал. Потому что, как известно, в Эмиратах там нет института гражданства для иностранцев. И ты всю жизнь бы работал на рабочей визе и всегда на милости твоего работодателя. В любой момент он тебя увольняет, и ты покоишься и едешь неизвестно куда. Поэтому, конечно, мы думали об эмиграции с самого начала, как мы только туда, в Эмират, приехали. И когда мы приехали в Америку, конечно, у нас такой был настрой, что это наш дом. Нам здесь нужно строить жизнь, нам здесь нужно жить. Люди очень приветливо нас встретили все. И государственные службы, и простые люди. То есть, мы были встречены очень хорошо. Даже несмотря на то, что у нас в Хьюстоне нет ни одного единого знакомого, родственника, друга. Мы никогда здесь не были, никогда не жили. Было, конечно, тяжело поначалу, но это как в жизни любого эмигранта. Но сейчас, уже шестой год, осваиваемся. А в какой причине вы выбрали именно Хьюстон для своей жизни в Штатах? Ну, несколько причин. Первая, конечно, это карьера мужа, потому что Хьюстон – это известный центр инженерное, так сказать, дело. Здесь представители всех крупных инженерных компаний. Конечно, в основном газ и нефть. Мой муж инженер-строитель. Но и строительства тоже хватает. Строят красные магистрали, больницы, всевозможные центры, дома. То есть, это очень большой, крупный центр и крупный город Америки. И, конечно, муж как глава семьи, у него здесь просто больше перспектив по трудоустройству и по развитию его карьеры. Второй причиной стал климат. Мы, конечно, после Дубая мы поняли, что мы совершенно не зимние люди, что мы любим лето, и мы бы не хотели жить в штате, в котором есть зима. И, конечно, на тот момент, на момент кризиса 2008-2009 годов мы просто посмотрели статистику, что в Хьюстоне больше всего рабочих мест. И, конечно, так как у нас никакой поддержки нет, рассчитывать было не на кого, мы с первого дня знали, что мы будем работать и начнем с любой работы, какую найдем первую. И количество рабочих мест на тот момент по всей Америке в Техасе было наибольшее. Ну, пожалуй, три причины, которые нас сподвигли. Понятно. Скажи, пожалуйста, легко ли было сразу найти работу? И вот что касается квалификации твоей в квалификации и квалификации супруга, достаточно ли было вашего опыта работы, чтобы вас приняли сразу на рабочие места? Или требовалось, может быть, тебе сдавать какие-то экзамены, что-то переподтверждать, как-то переквалифицироваться? Да. А, честно говоря, здесь, если у тебя низкий уровень образования, если у тебя нет никакого образования, ты простой чернорабочий, да, так сказать, ну, или каким-то только школу закончил, у тебя здесь намного больше шансов найти работу. Ну, потому что такие специальности нужны везде всегда, начиная с ресторанов, заканчивая любыми, не знаю, клиниками, где-то там просто обрабатывать какие-то документы, офисные клетки и так далее. Вот, поэтому, когда мы приехали, тут для меня по американским стандартам, да, PHD, мой муж, у него тоже Master's Engineering, то есть это вторая ступень образования одна, то есть хотел получить местное образование, пошел в университет Хьюстона на Master's Program, начал учиться, но потом, как говорится, пошли дети, надо работать, вот, и он, ну, до сих пор продолжает учиться, так, берет какие-то курсы время от времени, готовится к своим экзаменам, там, для инженера-строителя, но его путь не пройден еще, то есть ему еще две ступени до его сертификации, но работу найти можно. Другое дело, что если у тебя нет этой сертификации, конечно, повышение зарплаты где-то за горами, вот, пока ты не получишь эти корочки, ты застрянешь на определенной какой-то цифре зарплаты, которую ты не сможешь перепрыгнуть. Для меня, для меня, конечно, мне казалось вначале, что будет очень трудно, потому что, ну, кому здесь нужен русский, да? Я преподавала русский, иностранцам, поэтому я вначале думала, что будет значить частных уроков. Опять-таки, у нас здесь НАСА, космический центр, я пыталась с ними как-то общаться, смотреть, если им нужны преподаватели русского университета, хьюстонском, опять-таки, есть отделение преподавания русского языка, но вести это такие мизерные ставки, что, конечно, на это не проживешь. Вот, поэтому мне пришлось перехвалифицироваться, мне пришлось перехвалифицироваться и начать с преподавания английского. Слава Богу, что английского меня научили в нашем родном университете. Научили неплохо, судя по всему? Учили неплохо, база очень хорошая, до сих пор местным преподавателям объясняют тонкости английской грамматики. Ах, вот даже так. Они, откуда ты это все знаешь? Я говорю, ну, наш СГУ учит науки. Конечно, здесь был практический подход к образованию, но все теоретические знания, которые я получила на филфаке и на кафедре английского языка и межкультурной коммуникации, конечно, до сих пор служат мне, и я тут всех, можно сказать, поразила. Существуют ли какие-то программы поддержки иммигрантов? В чем они заключаются? Конечно, очень много. Очень большое общественные, как называется, организации, общественные организации, которые работают не за деньги, а как общественные организации, нон-профит так называемые. Некоммерческие. Некоммерческие организации. Их здесь огромное количество. И очень, почти все из них, которые ориентированы на иммигрантов, на тех, которые только прибыли в страну, предоставляют бесплатные курсы и классы английского языка. Поэтому, если не в нашей школе, если не в каком-то другом агентстве, то по городу, в любой библиотеке вы можете найти бесплатные курсы английского, те же самые курсы подготовки к работе, как писать резюмы, как отвечать на вопросы интервьюера, когда ты устраиваешься на работу, как заполнять эти бесконечные формы. Всему этому могут вас научить совершенно бесплатно. Просто нужно найти источник и организацию, которая вам может помочь. Люба нам приготовила небольшой видеоролик о своей жизни в Америке. Давайте посмотрим. Окей. Пойдем. Где наша Милана? Привет! Это школа, где я работаю. Это первое, что встречает. Это наши такие классы. Привет! О, они все очень красивые. Я извиняюсь, я не знаю, почему это работает. Да, они все красивые. Лонг, где ты? Я из Витнама. Я не могу посмотреть, потому что они все красивые. Да, не посмотрите. Я не знаю, как это сделать. Окей. Мы здесь есть Филиппина. Мы здесь есть Мексика. Мои друзья, они мне спросили... Я говорила, что я работаю в интернациональной компании, много людей из разных стран. Что ты делаешь? Ты снимаешь видео? Просто видеоролики. Зулима. Бояна. Рексан. Это наше отделение по работе с эмигрантами. Бенджамин из Бурмы. Ну, это американская Моника. Эван, Сейф и Шарин из Ирака. И Энди из Америки. Это наша, так сказать, комьюнити, где мы живем. Вот, вышли на прогулочку, пока София у нас спит, с папой осталась дома. Мы решили выйти погулять. Мы еще должны были велосипед принести? Угу. Я так не думаю. Играй на горке. Играй на горке, катайся. Вот дома среднестатистических американцев с доходом. Ну, так, люди среднего класса, так сказать. Не богачи. Я хочу посмотреть, как она будет мне. София, мама здесь. В твоем окружении много эмигрантов из России? В моем окружении нет. Наверное, просто так сложилось, что у меня, опять-таки, особенности нашей семьи. У меня очень много знакомых из Ирака. И так как война в Ираке, и все оттуда побежали, конечно, Америка приняла огромное количество эмигрантов из Ирака. И иракские граждане, они более общительные, чем русские, более открытые. И вот, знаете, как-то у меня больше друзей оттуда, из Ирака, из Сирии, из Курдистана. Российские, конечно же, просто российские люди, которые приезжают, они или выиграли грин-карту, очень мало здесь. Или они приезжают работать сюда по контракту. Очень много нефтегаз, нефтегазовые компании, Шламберже, Шелл, Арамко. То есть они все приезжают из Москвы, из Екатеринбурга, из Сибири по контракту на один-два года. Потом через какое-то время они здесь получают грин-карты, остаются. И как я их встретила, они приходят в нашу школу. То есть, допустим, жена получила контракт, но вся семья переезжает. Жена работает, а муж будет на занятиях. На вау. Вот так вот я как бы с русскими встречаюсь. Потом у меня еще есть небольшая группа русских мам в городе, где я живу. Кейти, небольшой город Фригорд, Хьюстон. Мы собираемся как бы несколько раз в месяц, в выходные, устраиваем русскую школу для наших детей. Потому что у всех мужья иностранцы или те, которые второе поколение эмигранты. И помогаем просто детям поддерживать язык. Мы проводим занятия по очереди на различные темы. Вот. Но вот с этим девушкой меня связывают чисто деловые отношения. Понятно. Общие интересы, да. Но так, чтобы вот у меня есть русский друг здесь или какое-то общение с русскими населениями. Такого нет. Скажи, пожалуйста, как ты ощущаешь отношение к тебе как к русской со стороны коренных американцев или, может быть, со стороны тех, кто долгое время живет в Хьюстоне и уже успел освоиться? Почему я задаю этот вопрос? Потому что в России в последнее время как бы нарастает противостояние вот нашего, не нашего, вот западного и российского. И очень высок градус, как бы это так сказать, ненавости к американцам. Вот. Ощущаешь ли ты это на себе там, внутри страны? Нет. Абсолютно нет. То есть, конечно, здесь вопрос, откуда ты, да, это просто как «Здравствуйте, как дела?». И они слышат твой акцент, они говорят «Ой, откуда ты?». Я говорю «Из России». «Ой, как здорово!». И все. Это их нормальная реакция. Потому что люди здесь со всего мира. Из России, из Японии, из Китая. Не важно. То есть, какой ответ они получают, для них это, в принципе, не важно, когда они спрашивают. Вот. Меня иногда путают, как бы они думают, что, может быть, я из Германии. Потому что, как-то, или акцент, или, может быть, моя внешность. Я высокая, очень высокая даже для русских. Самая высокая, может быть, из всех моих русских друзей по-прежнему. Вот. Поэтому, у меня такое ощущение, что, в принципе, это не важно. И, может быть, они особо-то о России не знают. Что-то. То есть, они просто «Ой, из России!» и все. И они даже не знают, как продолжить разговор. Здорово, и все. Вот. На работе у меня такой коллектив. У нас совершенно международный коллектив. Просто давайте посмотрим, кто со мной в офисе сидит. Какие национальности. Иран. Ирак. Мексико. Мексика. Канада. Пакистан. Фурма. Так. Кто у нас еще там? Америка, конечно. Это только вот в одном офисе. Потом директор у нас из Боснии. Директор по учебной части американка. Директор, заведующая международным отделением студентами. Она из Пакистана. Девушка, которая занимается с международными студентами. из Мексики. Потом парень всегда занимается бумажной работой административной. Из Вьетнама. Вот этот мальчик из Вьетнама. Он большой фанат России, Советского Союза. Постоянно захожу в его офис. Там или русско-народные песни. Или Ари какие-то. Я ему уже говорю. Лонг говорит, ты меня пугаешь. Я захожу. А там что-то встало. Моя страна. Огромная. Я говорю, господи, что ты слушаешь? Я говорю. И он мне говорит, вот-вот. Он знает всю. Весь наш фольклор. Знает все песни. Конечно. Вот. То есть у вас там полный интернационал. Полный интернационал. И это воспринимается как бы не особенностью. только нашей компании. Конечно, у нас иллюмистическая школа. И как бы у нас менеджмент, так сказать, не чисто американский. Поэтому, может быть, мы смотрим на лучшее качество людей любой национальности. И выбираем уже, если они ходят конкретно к этой работе, то они у нас начинают работать. Но это очень интересно. И у нас никогда никаких конфликтов нет. Мы шутим постоянно о разных культурах. Даже здесь считается, как бы в Америке, это очень такой рискованной зоной для шуток. Но мы постоянно шутим, обменяемся комментариями. Некоторые преподаватели постоянно дразнят и имитируют мой русский акцент. Конечно, в гиперболизированной форме. Я им говорю, я так не говорю. Я говорю, конечно, так не говоришь. Но у нас здесь очень весело. Да, очень здорово. Особенно удивительно слушать о том, что есть поклонники русской культуры среди ваших сотрудников. Я вот недавно ознакомилась с данными официальной статистики США. И цифры говорят о том, что с обострением российско-украинского кризиса уровень недовольства России усилился. И где-то около 70% американцев Россию недолюбливают. Многие даже боятся, боятся вооруженных конфликтов. То есть является ли российско-американские отношения темой для разговоров? Какой-то такой острой проблемой. Вот в России, например, это часто обсуждают. И я могу сказать, что шутки, они уступили свое место каким-то таким очень резким враждебным высказываниям. Не буду цитировать. Здесь совершенно это не чувствуется. Конечно, вот я когда еду там на работу, я включаю радио, я слушаю местные каналы. Изредка, конечно, вот в январе, где-то в декабре, в январе, очень много было новостей об Украине. И, конечно, там называют русские сепаратисты. То есть постоянно этот термин русские сепаратисты, то-то, то-то, то-то. Вот. Но... Или Обама там высказался так-то, так-то. О России, или они в правилах, там, родных санкций и так далее. Но это очень какие-то такие сухие комментарии без какого-то национального большого окраса. То есть выглядит так, как будто вот у них есть просто не установка, а вот какой-то клише, да. Что вот в этой ситуации Россия занимает вот такую позицию. И они, как бы, и не стараются с этим разобраться. По крайней мере, вот местные каналы. Вот. Но на уровне бытового разговора, там, или когда встречаются люди, разговаривают, или на работе, или на магазинах, никто вообще об этом не говорит. Здесь, здесь просто культ, не культ, а это часть культуры, уважать другие страны, интересоваться ими, пытаться выучить какие-то, знаете, слова или фразы на другом языке. И никто не говорит враждебно от других стран. Совсем. Даже, может быть, если они думают, то не высказывают. Я никогда не слышала, что мне что-то негативное сказали. Иногда говорят про Путина. Например, совсем недавно, в прошлой неделе, коллега в моем офисе, он из Ирака, он меня спросил, «Люба, можно я тебе задам вопрос про Путина?» Я говорю, «Понечно». Вот тут фотография, где он верхом на медведя, знаменитая фотография, которая влетела весь мир, где Путин пересекает ручей, бушующий верхом на медведя. И вот он мне спросил, «Это реальная фотография или это калаш?» Честно говоря, я даже не знаю. Я говорю, «Я не знаю». И он говорит, «Вот меня просто интересует, это просто шутка или это на самом деле?» Или он на самом деле нашел в себе силы забраться на медведя. То есть он говорит, «Мне нравится Путина, мне нравится его имидж, он такой сильный, с физически развитым телом и так далее». Я говорю, «Я не знаю». Я слышала от друзей, что немножечко он меняется, что немножечко начинает сходить с ума от власти. Я чувствую разницу, что что-то меняется в России, что что-то, что меня настораживает. Но здесь, опять-таки, в Америке такое ощущение, что этого никто не замечает. И отношения к русским, все тоже, так же, как и любой другой национальный. Ничего, никаких особенностей я не заметила. То есть люди работают, люди живут своей жизнью. Здесь культ работы, конечно. Просто людям, наверное, некогда об этом думать. Здесь от рассвета до заката на работе. В выходные, чтобы убраться, стирать, сделать какие-то домашние дела, куда-то выбежать, закупиться на неделю продуктами, хотя бы в субботу посвятить семье, куда-то сходить. А уже в воскресенье ты уже готовишься к новой неделе. Поэтому жизнь здесь очень интенсивная. На работе трудно отлучиться или о чем-то там говорить на жизнь. Ну, ты не жалеешь о том, что ты оказалась именно в этой стране? Да нет, не жалею. Я как-то, честно говоря, об этом и не думала. Может быть, я немножко фаталист. Так случилось. И если я здесь, то надо ловить момент, наслаждаться жизнью, видеть позитивные стороны. Поэтому я просто стараюсь оптимистично смотреть на жизнь и, как сказать, не дышаться вот так вот прям сильно своего русского происхождения, что вот я русский, что мы делаем только так, что вот мы, например, не знаю, мы не меняемся взглядом, не меняем там того и все. То есть я стараюсь быть достаточно... То есть ты гражданин мира? Не знаю. Честно говоря, вот сложно мне сказать. Я об этом даже не думала, что изменилось во мне с тех пор, как я переехала. Серьезно об этом не думала. Так вот плыву по течению и как бы... Но живу так, что я не чувствую, что я что-то делаю не то и что мне что-то неприятно, что я как-то через себя перешагиваю или какие-то привычки ломаю. И опять-таки, да, человек достаточно молодой. Я здесь стала мамой. Да, то есть я иногда... Дважды мамой? Конечно. То есть я не знаю, что такое быть с русской мамой. То есть такого понятия, как декретный отпуск в Америке не существует. А какую-нибудь поддержку государство оказывает матерям с детьми, родителям с детьми? Опять-таки, если ты малоимущий, если у тебя доход не превышает там определенные цифры, там 20 или 35 тысяч долларов в год, по-моему, на семью из трех человек, то у тебя страховка медицинская совершенно бесплатная. То есть, например, с первой моей дочкой, она у нас родилась в 2011 году. На то время у нас доход еще был, мы еще квалифицировались как малоимущая семья. То есть я родила ее спокойно, я ни цента не заплатила, ни за что. Потом еще целый год была поддержка, у государственной есть такая программа, то есть они мне бесплатно давали формулу для ребенка, специальную карточку с определенным количеством денег на покупку фруктов, овощей, детского питания. То есть это все в течение года была хорошая поддержка. Но опять-таки, если ты хочешь, ты как бы просишь эту поддержку, заполняешь определенные формы. Если тебе этого ничего не надо, живи, как знаешь, как можно. Со второй моей девочкой, несмотря на то, что у меня была страховка уже как бы с места работы, которая покрывает 75%, это уже была другая история. Мне уже приходится до сих пор выплачивать кое-что на мои роды. Вот, поэтому тут, если ты бедный, очень бедный, то жить легче. Если ты уже немножко поднимаешься в средний класс... Тогда сам по себе. Заваливают налогами, страховку ты покупаешь, все ты покупаешь, здесь уже становится труднее. Но все-таки как-то надежнее жить с постоянным доходом. Конечно, конечно. И у тебя больше выбора, а это ты не используешь дотации государства. Люба, скажи, пожалуйста, ощущаешь ли ты духовную связь с Родиной? И насколько это важно для тебя? Насколько это будет важно для твоих детей? Ну, духовная связь — это очень широкое понятие. Конечно, я родилась и выросла в России. Никто не знает, что будет дальше. Очень возможно, что я вернусь в Россию, и мои дети, может быть, вернутся как студенты. Поэтому наша связь с Россией поддерживается через язык, через семью. Потому что, конечно, мои родители, мой брат, они живут в России и уезжать не собираются и не хотят. Я их понимаю, конечно. И духовная связь через книги, через мою любимую литературу, через музыку — это что-то, что трудно объяснить. Но я не могу сказать, что я горжусь быть русской. Это то, что было мне дано. Это то, что я не заслужила, не завоевала. Но я ни в коем случае никогда не прячу своего русского происхождения. Никогда не говорю, что да, я из Германии. Или да, мой акцент похож на русский, но я из Польши, как иногда некоторые люди. Нет, я люблю быть русской. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно. Спасибо, Наташа. Пока. Пока. С вами была Наталья Клынина. Программа «Человек на карте мира». Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok